Приветствую вас. Давайте мы с вами для начала последовательно ответим на ваши вопросы, которые вы задаете. А после я дам несколько комментариев по ситуации, которые у вас происходят. Вы спрашиваете, как ему донести? Да вот, в принципе, как говорите о нам, так и ему донесите. Только форму выберите, наверное, немножко помягче, ну так, более обтекаемо, чтобы это было, может быть, более деликатно. Вот, потому что очень легко человека как-то обидеть, оскорбить, да, особенно мужчинам. Опять же, ну многое зависит от того, как вы человека воспринимаете, да, если он вам дорог, если у вас есть к нему чувства, то, соответственно, вы будете, возможно, в первую очередь, думать именно о нем, да, и постарайтесь, предприняйте информацию так, чтобы он ее воспринял максимально адекватно для себя. А дальше, значит, следующий вопрос. Это какое-то неуважение просить доставить ему? Нет, это не неуважение. Дело в том, что в этом акте, в этой просьбе вы видите неуважение к себе. Но на самом деле в современном мире среди вот современных людей, молодых людей, это достаточно распространенная история, когда девушка, к примеру, находится в отношениях с мужчиной, когда она не готова к интимным отношениям, но при этом, допустим, мужчина, как бы уже имеющий опыт, да, в отношениях. Он живет, как бы, активной половой жизнью, он нуждается в половой жизни и, соответственно, у него, как бы, повышенный сексуальный тонус. Ну, не повышенный даже, а просто активный сексуальный тонус, повышенный сексуальный тонус, это все-таки немножко другое. Вот. И мужчина, наоборот, относится к уважением, с уважением к женщине, когда не принуждает ее к классическому половому акту, а вместо этого предлагает ее вот так, чтобы она была довольна и чтобы он был доволен тоже. Вот. Это первое. Второе. Вы говорите, доставить ему удовольствие, а всем останусь я. Вы можете точно так же попросить или предложить мужчине доставить вам удовольствие так же, как и вы ему. Вот. И это будет абсолютно нормально. Правильно я сделал, что отказал. Я не думаю, что, я думаю, что, знаете как, я думаю, что неправильно то, что вы спрашиваете, правильно ли это. Простите, может быть, за некоторый такой каламбур, да, вот. Но неправильно то, что вы спрашиваете о правильности. Понимаете, если вы что-то делаете, если вы как-то поступаете, если вы выбираете какую-то модель поведения, то это означает, что вы исходите из своих взглядов, из своих предпочтений, да, из своего мировоззрения, вот. И это не есть правильно или неправильно. Это просто есть. Понимаете? Это просто есть. И, как бы, если вы считаете, что вот то, что вы делаете для вас это вот верно, если то, что вы делаете соответствует вашему внутреннему состоянию, внутреннему регулятору, вот. Ну, да, это верно для вас. Правильно ли это для мужчины? Нет. Потому что мужчина, он мыслит логически и в некоторой степени даже приземленно, что, опять же, нормально для мужчины, да, что он с вами в отношениях уже три месяца. Это достаточно большой срок, вот. С учетом того, что ему 28 лет, у него, соответственно, опыт уже есть. И мужчина, соответственно, считает, что вот три месяца более чем достаточно для того, чтобы девочку вцепить в интимные отношения. Даже если не классические, то, соответственно, хоть какие-нибудь, потому что, ну, сексуальные дела у него есть. Есть необходимость поднять тему и донести, что я такое не приемлю до секса. Но, опять же, если вы уверены в том, что это вот действительно не ваше, если вы уверены в том, что не собираетесь менять свою позицию, если вы уверены в этом, то да. Да, вы можете поднять тему и вы можете донести до мужчины это. Но, хочу вас предупредить, что человек может воспринять данный аспект как, скажем, знаете, ни себе, ни людям. То есть он может воспринять этот так, что вы не хотите, к примеру, там, и сексом заниматься с ним сами. Вот. Но при этом же, при этом же, вы не хотите ему дать, подарить наслаждение и так далее, и так далее. Вот. То есть мужчине это может быть воспринято негативно. Негативно. Это я вам просто, как бы, ну, я вас просто предупреждаю об этом. Вот. А так, да, можете это нести, если вы в этом уверены полностью. Дальше. Дальше. Значит, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Теперь я вам могу дать несколько комментариев. Знаете, мне кажется, у вас преувеличено отношение к сексу. То есть вы его слишком сильно, ну, слишком сильно на него обращаете внимание. Слишком много он, значит, для вас слишком большое отношение, вы ему придаете секс. Это не то, чтобы прямо, скажем, плохо, на 100%, но судя по тому, что вы пишете, вам это может мешать. А в каком смысле? Вам это может мешать выстраивать отношения, ну, скажем так, да, гармонично. Вам это может мешать выстраивать отношения такие вот искренние. Потому что, ну, я полагаю, что вы с мужчиной не берете так взаимодействовать. Да, а вы с мужчиной взаимодействуете, ну, там, к примеру, потому что у вас есть с нему чувство. И если у вас есть с нему чувство, то, наверное, вам хочется, чтобы он был счастлив. Ну, по идее, так должно быть. Но если вы хотите, чтобы он был счастлив, то это одно из условий для того, чтобы он был счастлив. То есть вам, по идее, должно, ну, скажем так, хотеться доставить ему удовольствие. Я не говорю, что вы обязаны это делать, но это как бы в отношениях нормально и естественно. И никто не просит вас изменять, к примеру, своим принципам, да, и делать что-то, что-то, чего вы делать не хотите. Но, по крайней мере, подумайте над тем, что значит для вас секс. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.